Ранне утро транспортная развязка в районе Покровского рынка. Час пик еще впереди, а движение здесь уже плотная такая ситуация. На всех сложных перекрестках областного центра, говорят водители. У Марата самая плохая развязка, по-моему, Маратовская. О, все дороги проблемные. Ну, езжу на машине, везде проблемные дороги. В Иркутске, Челябинске. Ну, там ямы, пояс, извините меня за выражение. То есть проехать по ней практически невозможно. Ну, вот Ушаковский мост. Да, в общем, все практически, которые без светофора. Узковатые, наверное, дороги у нас. Надо маленько расширить. С этим мнением согласны и губернатор Сергей Рощенко, и мэр города Дмитрий Берников. Они тоже живут в Иркутске и ездят по тем же самым дорогам, где образуются пробки. Теперь проблему будут решать системно. Начнут прямо отсюда, с Покровской транспортной развязки. Здесь проходит выездное совещание. Гендиректор – федеральная проектная организация. Он специально прилетел из Москвы. Показывает план работ. Что важно, у нас получается в процессе принятия проектных решений мы не задеваем собственников практически вообще. Не меняем красные линии, остаемся в границах, что нам позволяет, в общем-то, действовать быстро. Реконструкция будет проходить в три этапа. Предполагается расширить до четырех полос трассы, соединяющую правобережную развязку Иннокентьевского моста с развязкой, ведущей на улицу рабочего штаба. Дополнительные полосы организуют и на пересечении рабочего штаба и проходного проезда. Мэр Иркутска отмечает, эта часть города развивается стремительными темпами и нужно, чтобы пропускная способность дорог соответствовала растущему объему транспортного потока. Нужна добрая воля, воля областных властей, городских властей. И вы знаете, вот эта развязка, она показывает пример частного государственного партнерства. Здесь у нас участвуют и предприниматели в организации работ. Я думаю, этот опыт мы будем развивать, распространять, все в наших руках. Бизнес-структура, в том числе и крупные финансово-промышленные группы, действующие на территории Приангария, будут привлекаться к оптимизации и других транспортных схем города. Реконструкция Покровской развязки – это только начало перепланировки всех наиболее проблемных участков автомобильных дорог в областном центре. Все развязки, существующие в городе Иркутске на сегодняшний день, мы уделяем им внимание, думаем о том, чтобы съезды сделать и чтобы вопрос решить с пробками. И на Байкальском тракте, и на Фортуне, и на въезде на Джамбула, на въезде в город, и на выезде. Все развязки мы сейчас анализируем, научное сообщество к этому призываем. Аукцион на проведение реконструкции пилотной Покровской развязки будет объявлен в июне, а уже через месяц после этого строители должны приступить к работам. Галина Тернева, Александр Мокин. Новости сейчас.